Было время делать коктейли Молотова и наступило время сделать их музейными экспонатами. В Запорожье открылась выставка, посвященная Киевскому Майдану. Событие, которое навсегда изменило жизнь целой страны, запорожские историки показали в деталях. В экспозиции прокопченные щиты, простреленные каски и документальные кадры новой истории, которую на глазах у всего мира создавали сами украинцы. Запорожец Евгений Горогуля прошел сразу два Майдана, запорожский, а потом киевский. Личные вещи, оставшиеся после тех событий, парень передал Краевеческому музею. Себе оставил воспоминания и пулевое ранение. Я отправился в Киев отснять этот материал, отфотографировать. И, пробыв в том дня, уже не смог вернуться назад. Как-то почувствовал, что нужно там быть. И вот где-то с 13 декабря я находился уже в Киеве до того момента, пока не получил ранения. Экспонаты в Запорожье привозили со всей Украины. Историки отмечают хоть браться за научное изучение феномена Майдана. Пока рано. Сохранять память нужно уже сейчас. Если без эмоций и с научной точки зрения, то поколение. Это должно пройти поколение. А вообще, я считаю, что такие вещи должны уже попадать в учебники, поскольку это наша с вами история. Мы понимаем эту историю. И именно сейчас мы можем ее воспринимать на эмоциональном уровне. А это самое сильное восприятие. Почетный гость выставки – отец Стефан, легенда киевского Майдана. Это он поддерживал украинских патриотов в тяжелые минуты, делами и напутствием. Сейчас тоже нашел нужные слова. Не бойтесь, что вас небогато. Патриоты имеют властивость клонуватись. Такое клонувание – не грех. В новую экспозицию удалось вместить далеко не все, что собрали местные историки. Часть экспонатов только ждет своей очереди. Еще больше продолжают приносить участники тех событий. Прямо на открытии запорожским музейщикам вручили флаг Евросоюза, который был с активистами в самую первую ночь на столичном Майдане. И биту, найденную в одном из кабинетов Запорожской обладминистрации. Судясь из всего, у нас ножки стола была сделана. Судясь из того, что она перемотана изолентой, она была в справе. Это не наша. Я не помню, что у нас была и я. Передают всю биту музею. Наверное, это Тетушковская бита. Выставку о борьбе украинских патриотов презентовали и в галерее Союза фотохудожников. Экспозицию представила Запорожская самооборона. На фото ключевые события местного Майдана и то, что было после него. Противостояние с сепаратистами, защита обладминистрации и портреты людей, которые добровольно охраняют спокойствие и мир в родном городе. Противостояние с сепаратистами.